Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Смотри, норма и вторичная выгода Во-первых, одно, это одно и то же или нет Во-вторых, это хорошо или плохо Ведь когда мы говорим о вторичной выгоде Человек сразу автоматически так-так Раз, это о болезни И раз о болезни, значит это плохо А давай найдем хорошо о вторичной выгоде Давай Видишь, у человека реакция на самом деле когда слышит вторичная выгода, сразу у кого-то даже обидится. Ты меня обидел. Да, да, да. Ты меня обидел. А когда говоришь норма, норма – это хорошо. А чем отличается норма от вторичной выгоды? Поговорим об этом, да. Норма – это упаковка вторичной выгоды. Красивый фантик. Да. Да. На самом деле можно так сказать. Ну да. А вот вторичная выгода, неважно, как она упакована, хорошо это или плохо. Слово выгода ключевое. Ну да. Выгода – это значит, она к чему-то приводит. То есть, как минимум, она приводит к тому, что человек что-то, какую-то плюшку за это получает. Что-то получает и, мало того, что-то совершает, действие какое-то совершает. Да. При этом этой плюшкой зачастую является болезнь. Как соединить плюшку и болезнь, казалось бы, что вы глупости говорите. А когда она, болезнь, появляется? Ну, то есть, когда болезнь, через болезнь? Тогда, когда ты не осознаешь, то есть, автоматически выходишь на выгоду, вторичную выгоду. То есть, робот-автомат потерял управление. Да. Когда он перестал чувствовать, он просто ломится в одну стену, и подсознание вынуждено его развернуть к себе через боль, для того, чтобы развернуть на другую тропу, сказать, вон там есть еще одна дырка. Вот это вариант управления ходилкой-стрелялкой, полностью автоматической, и тогда получается, а эта новая дверь у тебя, может быть, дырка лучше, чем та стенка, в которую ты уже упирался. Да. И где ты был уже на потолке. И очень часто человек именно на вторичной выгоде и благодаря вторичной выгоде проявляется. Ну да, можно, кстати, наблюдать сейчас с теми же самыми звездами, что происходит. Вот ты обратила внимание, какие прыжки получил Костомаров совсем недавно, благодаря своей боли. Вот фигурист, да, фигурист, а он благодаря, пожалуйста, благодаря своей болезни, ну, болезни, да, отняли ноги, руки, он петь стал, да, и петь стал, при этом, смотри, и при этом ему аплодируют, восхищаются, он стал, он проявлен стал. То есть на самом деле его вторичная выгода и была в том, чтобы о нем забыли. Переключить внимание. Да, о нем забыли. И переключить внимание, то есть о нем забыли, и чтобы он заново проявился, да. Это его была вторичная выгода. Если фигурист уже стенка, да, то есть ты уже прошел, ты уже в стенку уперся. И он дальше не забыл. В новую дыру как перейти, в новую дыру? Надо вернуться к себе. Привечь внимание через боль. Да. И смотри, самому, кстати, пережить боль. Ну да, он же сам потом и петь начал, все сам, да. Но возвращение к себе случилось через боль, через болезнь. И смотри, эта же болезнь тут же дала плюшке поддержки. Потому что, смотри, если бы он запел здоровым, но этого плюшек не было. Не было бы этих положительных, просто бы, ну, там, как-то оценили. Ну, поет и поет. Может, и никто бы не заметил. Может, и даже никто не заметил. А вот это восхищение, вот это прям превозношение, что подвиг, то есть человек превозмог боль и проявился, да, смог подняться заново, да, вот именно это дало вот этот эффект вау. Ну и обратная сторона медали. Подожди, те же самые инвалиды у нас тоже получают много внимания. Если у нас выходит петь человек в инвалидной коляске, то, ой, какой молодец. А если человек идет еще с лучшими вокальными данными, но он здоров, он не получит этого молодца. Да, и если поставить на одну чашу весов, да, человека здорового, но с хорошим голосом, с хорошими данными, и человека в инвалидности, да, ну, тоже поющего, но поющего ниже гораздо, то будет здесь, будет больше. Да, и он получит победу, он получит плюшки, потому что он инвалид. Смотри, какая вторичная выгода в болезни. То есть болезнь всегда обеспечивает дальнейшее продвижение и поддержку тебя, если ты совершишь действие. Это как дополнительная вторичная выгода. А ведь вторичная выгода работает из чего? Из слабости. На самом деле, из слабости, то есть из страха. Человек, ведь тот же Костомаров, он мог бы проявиться здоровым, и не надо было бы болеть, да, и он мог бы, ну, фигурист, допустим, он уже все, тупик, он увидел тупик, все, что мог, он выложил. И при этом у него, на самом деле, внутри было стремление петь, да, но это мы рассматриваем из-под сознания. Но он боялся проявиться, то есть боялся слабость. И тогда раз из слабости, то значит надо из слабости и заход произвести. Потому что если ты из силы проявился, нет, ты боишься, боишься, что тебя не оценят. Он не был уверен, что его, он запоет, его оценят, его заметят. Ему казалось, что он будет незаметный. А вот если он инвалид, ну, это все мы говорим про автоматического Костомарова, не про, естественно, не про осознанного, ну, то есть, а если он инвалид запоет, то вот здесь уже эффект вау. А вот теперь возьмем Бузову, да, подход другой. Смотри, подход из силы, на самом деле. У нее интерес бешеный был, вот этот, петь, проявляться, что хочешь. Знаешь, это у нее интерес к жизни, на самом деле. И то, и то, и то хочу, и то. И, смотри, это же ведь из силы, огромной силы, она, ей не надо было из боли, из болезней. Она пошла, ее там и помидорами закидывали, что до нее до сих пор и говорят. С нее где-то и смеются, а раньше так вообще смеялись. Человек валил в своем интересе. И вот, и где она? В верхушках. В верхушках, то есть, как она говорит, у меня, как это она недавно, где-то я говорила, у меня действительно, она, у меня реально очень много денег, у меня, я реально очень богат. Я прям слушала его. Человек вот прям, понимаешь, а над ней смеются. А человек и сильный, и силой, и силой. Она не побоялась ни помидор, ничего не побоялась. Она ваше. В любом случае, она все равно искала боль. Не в лоб, да к полбу. Понимаешь? Для того, чтобы ей двигаться быстрее, валить на пролом и проявлять силу, надо было, чтобы где-то в тылу кто-то ее боль набил. Посмотри, опять мы приходим к тому, что именно боль является вот этим стимулом. Ну, да, пусть, знаешь, как этим, ну, так, чтобы, чтобы двигать, 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 двигать человеком, да? Да. И если человек попадает в условия, когда его не предают родные, не предают близкие, не предает тыл, то ему надо создать тогда какую-то болезнь, дополнительную боль. для того, чтобы стягать себя, для того, чтобы проявить силу, для того, чтобы изменить направление движения, для того, чтобы позволить себе заниматься своим интересом. Да, да, да. И даже люди, которые вот занимались реально... Вот, скажи про себя. То же самое Костомаров, он же бы никогда не достиг побед в фигурном катании, если бы это было неинтересно ему. Он шел по интересу. По интересу. Но интерес не один на жизнь. И в этом интересе тупик исчерпал себя. Значит, спокойно, возьми другой. Нет, надо было боль, боль, чтобы стягануть. И, между прочим, вот именно болезни зачастую меняют людей настолько и вскрывают в них потенциал настолько. Сто процентов, да. Точно так же, как Моресьева. Да, сто процентов, да, да, да. И тогда человек проявляется ярко. Другой момент, что наше коллективное, наше общество в моментах, когда боль наступает, оно не помогает человеку быть сильным на определенном этапе. Возьми инвалидов. Ведь общество поддержкой своей делает их еще слабее. Оно не дает им проявиться. Мало того, общество поддержкой своей еще больше дает размножение, ну, образно, размножению, хотя и не образно, размножению инвалидности. Да, да. Человеку выгодно, чтобы о нем всегда озаботились. И вот, помнишь, как ты в Америке рассказывала? Да, да. Инвалидные коляски надо пройти через рамку. Встань, иди, он встает, инвалидный. Кто, пошел? А там, нахрен ты в инвалидной коляске сидишь. Если ты ходить можешь. Да. А выгодно, выгодно. Потому что тебя возят, тебе везде условия. Да, для инвалидов в Америке все условия, все красная дорожка. Только играя в инвалидность. Вот оно, вот оно, видишь, искажение, которое на самом деле, оно из побуждения. Мы, мы молодцы, мы людям помогаем. А на самом деле, это как жало. Вот именно жало. Жалость. Жалость. То есть, искажение, которое... Делает человека еще слабее. Слабее, да, да, да. Вот, например, но при этом все равно боль, она является стимулом. Вот, например, про себя расскажу, да, это вот ты сейчас говорила, когда я, а я мне так раз, из памяти мое, когда я училась, еще даже не пошла на вождение, а просто мне вот хотелось, а, нет, я уже пошла на вождение, да, я уже пошла на вождение, и с мужем села в машину ехать. Он сзади сидел с братом моим, ну, я им по кольцевой проехать, и они, я же волнуюсь, да, это я уже даже, права уже даже получила, но волновалась, да, волнуюсь, еду, а они вдвоем там сзади, она водить не будет, да, она водить не будет, и сидят в два голоса, а у меня внутри такое начинает на это, знаешь, так, я к обочине останавливаюсь, говорит, садись за руль, что такое, садись за руль, я с вами ездить не буду. Муж сел, все, мы поехали куда-то, и я после этого, я уже права на руках, я пошла к инструктору, то есть опять подошла, и попросила проехаться, и я сажусь, и еду с инструктором, а мне инструктор говорит, так ты же хорошо ездишь, в чем дело, я рассказываю, он говорит, так, приходит муж с работы, дает тебе машину, ты садишься, его не садишь, и едешь по своему району, все, вот смотри, я тоже, тоже ведь я создала ситуацию из боли на самом деле, смотри, вот этот подковырк, да, мне нужен был стимул, укольчик, чтобы я все-таки решилась не возить сзади там мужа и брата, да, а сама поехать и не реагировать уже ни на кого, все, и стала ездить. А смотри, какая интересная история, и наши с тобой разные реакции на мужей, да, у меня была история, когда я уже имела права, но получилось, что большой перерыв, я права получила еще в 91 году, год ездила, а потом перестала ездить, и потом замуж вышла, декрет, и у меня родители очень сильно настаивали, что муж должен водить машину, там и так далее, и воспитание было в таком ключе, и как-то я была ограничена в машине, а потом я выхожу замуж, и потом я выигрываю конкурс на Volkswagen, а там одно из условий, обязательно наличие прав и умение водить машину, потому что ты будешь работать с клиентскими автомобилями, с дорогими, и мне надо восстановить мои навыки вождения, и вот мы садимся с мужем, едем, загородная трасса, и он, вот мы едем в машине, а он меня пилит, вот ты неправильно, ты здесь не это, а потом в какой-то момент начинает на меня орать, а для меня повышение на меня голоса, это красная тряпка на быка, это значит, ты звездюлей получаешь здесь и сейчас, и я, я не знаю, как я так умудрилась, но я развернула машину на трассе на 180 градусов, а сзади шел МАЗ груженый, ну до МАЗа было приличное расстояние, он плавно остановился, муж сидел бело-зеленый, но после этого он никогда не поросил меня голос. Класс. И все, тогда еще были Жигули шестеркой, и я спокойно на этих Жигулях так периодически ездила, а потом пересела благополучно на Ауди. Вот, и все. И вот этот вот момент был, когда я не откладывала, я понимала, что все, это сейчас прекратится на месте. Но я до сих пор, вот если меня сейчас попросить так развернуться, я не развернусь, как я развернулась тогда на трассе. видишь, на самом деле, ты из вот этого, как это сказать, такого толчка, адреналинового такого, знаешь, такую реакцию, а у меня сразу такая реакция, хлоп, не, все, я припарковалась, ну, на обочину, садись за руль, то есть не рискуя, не рискуя я, садись за руль, а дальше я разберусь, и все. У меня до сих пор семья знает, что меня за рулем можно не критиковать. Паркуюсь, как девочка, паркуюсь, как хочу, а если вас что-то не устраивает, я дам ключи, идите, перепаркуйте машину, ну, после того, как я поставлю. У меня, ну, ну, да. Потому что любая критика, это может быть опасно. Вот в этот момент, когда идет натиск, у меня всегда идет порыв к действию. И вот это действие, для них оно непредсказуемое, а у меня оно просчитанное, вот мозг успевает просчитать так, что я знаю, что усрут совсем. Поэтому, ну, видишь, реакция тоже разная. Но все равно, внутри-то болит, когда ты совершаешь это действие. Суть все совершается из боли, на самом-то деле, вот даже, что у тебя, что у меня, это из вот этого укола. Да, да, из болезненной ситуации. Получается, вторичная выгода, она человеку нужна, потому что она причинит боль. Она будет, ляжет в основу причинения себе боли. Ты сам себе ее причиняешь для того, чтобы стать сильнее. А вот норма уже сверху на вторичной выгоде будет лежать, знаешь, как фиговый листок на дерьме. И вот эту вторичную выгоду припрятал так, ну и все, это же нормально. Это же нормально, да. Ну, смотри, и при этом это же ведь идет из жалости тоже. Это же нормально, но он инвалид, но он молодец, но вот образно, да, из жалости ведь. Это нормально, это норма. Ты знаешь, да, есть вот это вот, как-то есть такой, моя бабушка произносила слово, глядя на человека, называется горетный, да, по-белорусски. Горетный такие. Ну, Горетный. Ну, вот как поврежденный, да. Даже бы не догадалась. Как будто его, ну, немножко садануло по голове, он такой, ну, немножко сдвинутенький, да. У меня бабушка все время говорит, горетненький такие. Ну, вот в белорусском языке такое слово есть. Горемыка есть. Не горемыка, я не знаю, как на русский язык это слово перевести. неважно. Ну, это полезский акцент, поэтому полезский белорусский. Это слово есть, я не знаю, как его перевести на русский язык, но у него такая глубокая суть получается. То есть, человек, ну, наверное, недоделанный ближе всего, да. То есть, его немножко родители недоделали в детстве. И ты знаешь, я вот иногда так смотрю, те же самые, ну, вот есть мужчины, которые пытаются быть популярными, и они выглядят как женщины, ведут себя как женщины, и для них даже вот манера разговаривать, смаковать, все вот это вот бабское такое. И ты смотришь на это, и они даже не скрывают иногда, что они голубые, и вот ты смотришь на них так, ведь жалости при этом не возникает. Но ты вот смотришь, и вот слово горит, и тут подходит полностью. Вот такой недоделанный сидит, и ты смотришь, ну, а ведь это под нормой. На самом деле это ненормально, ты видишь, что это ненормально, это искажение, но это прикрыто таким, да, 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 да. фиговым листком толерантности, да, и ты соглашаешься, ну, ладно, я сыграю в игру, потому что ты недоделанный немножко. Да, 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 закрываешь так глазки на это, а потом эта горитненькая болезнь, она просачивается так, хорошо корешочки пускает, и ты смотришь, тут горитный, тут, 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 понимаешь? Да, да, да. И вот когда вот эти вещи видишь, получается это как вирус, вот он такой маленький, такая микоплазма, да, вот она хлоп в организм, а организм, как сейчас вот это, микоплазменное проявление идет, одновременно и кашляют, и когда кашляют, обсираются, да, вот новый вирус, который пошел, это не вирус, а более мелкого уровня такая штука, и знаешь, прикольно, когда сверху снизу человека бьет одномоментно, тоже изобретение человечества, это же, ну, рукотворная зараза. Ну, конечно. Вот, но вот когда на это все смотришь, вот опять-таки, из подсознания же это весело, весело, казалось бы, люди страдают, и, знаешь, вот когда вот эти вещи видишь, возникает вопрос, у человека, который создавал вот эти все вирусы и так далее, он чувствовал боль тех, кто будет одновременно кашлять и обсираться? нет, он не чувствовал. Но было же прикольно, он же понимал, что он делает, а может и не до конца понимал, но подсознание сто процентов знало, в какой степ играть будет, когда оно говорило, я этого робота-автомата разверну к себе. Само говно вступишь, вот я бы так сказала. Ну, то, что тот, кто делал, сюда вступит однозначно и по самые уши, но сам факт, подсознание, как на это реагирует, это смешно? Смешно. Это возвращает человека к себе, к своему дерьму? Возвращает. Это заставляет думать о своем дерьме? Заставляет. Заставляет думать, как ты проявляешься и как ты на другого распыляешься? Заставляет. Смотри, одно заболевание рукотворное, а как оно четко проявлено? Да. Снаружи. И вот, если на это смотришь со стороны подсознания, он говорит, ну, я тебе уже на пальцах разложил, как ты проявляешься и что ты делаешь? Разберись. Даже через статьи о заболевании. И под этим однозначно будет вторичная выгода. И боль однозначно. Вот она болезнь, которая возвращает в тело. В тело. Неважно, какая болезнь будет. Точно так же онкология, когда строят тело в теле. Точно так же, как депрессия, лживая, ленивая свинья. Точно так же, как сахарный диабет, съешь себя сам. Точно так же, как эти колиты разного типа, накопив себе дерьма там и окаменей, и другие варианты. То есть, вот когда ты смотришь из подсознания на это, ну, не было такого, чтобы мы не ржали. Ну, просто это весело. А как только ты включаешься вот в человека и понимаешь, он же в это время чувствует боль, и вот эта боль через тебя проходит, и ты чувствуешь, потому что, когда ты, например, выводишь эту информацию и начинаешь общаться с человеком, уже всплываешь, мы же очень часто плачем, потому что просто чувствуешь эту боль, и ты ее проживаешь своим телом, и понимаешь, что наше подсознание эту боль не осознает, не чувствует. Это чувствует наша надсознательная часть. И когда ты был там, а там было весело, и ты выходишь сюда, а здесь ты рыдаешь, это разное состояние. Совсем разное. И тогда там, где было весело, ты смотришь на того, где, на там, где тебе тяжело, да, и не поймаешь, а что такое. Ну, ты изменись, и будет легко. Да, это же все просто, вообще, это же все просто. И, кстати, все изменения не предполагают сложностей. То есть, с ложью. Вот все, что сложно, то с ложью. Потому что подсознание, ну, вот же выход, ну, сделай шаг в сторону, стань другим. Просто, на самом деле, все просто, да. Да. Болезнь. Если появляется болезнь, боль, значит, ты пропустил какую-то свою возможность, на которую был выделен твой ресурс. А ты, пропустив эту возможность, естественно, этот ресурс, это все про автоматический, я говорю, сценарий, этот ресурс, он должен уйти, а значит, он уйдет через боль, через болезнь, через некое препятствие, которое ты сам себе создашь. То, что должен быть слив ресурса, если это брать автоматически. Если это брать не автоматически, а ты осознаешь, что все создаешь в своей жизни ты сам, и все, что ты видишь в своей жизни, это все есть ты сам, то тогда ресурсом ты тоже управляешь сам. Да, абсолютно верно. Это точно так же, как ты пришел в магазин, и ты не на автомате, и на голодный желудок купил того, того, того. Нет, ты четко знаешь, и потом у тебя дома это загнивает, да? А ты четко знаешь, мне надо вот это, это, это сегодня, или там на два дня, и ты покупаешь, у тебя ничего, это вот точно так же ресурс. Да. А если ты на автомате напокупал, у тебя это дома испортилось частично, выкинул, вот он слив ресурса. Вот он слив ресурса, только денежного. Точно так же. Один в один. Да. И вот эти заходы из подсознания, на самом деле, они, наверное, самые интересные к разбору. И они же открывают те информационные пласты, в которые на сегодняшний день даже не решается войти наука. Но при этом подсознание говорит, вы не решаетесь сюда войти напрямую, тогда я вам косвенно в зеркале покажу. Вот смотри, та же самая наука, она же сегодня к киборгам относится как к фантастике, но при этом уже хочется проводки в мозг повставлять, эксперименты провести. Но при этом, если мы посмотрим наше подсознание, как оно выводит в зеркале киборга, вот человек-автомат. Вот он бежал-бежал-бежал автоматически, не видя выхода, бился-бился о стену, поломался, ручки-ножки отвалились. Да, он сел в инвалидную коляску. Автоматический сценарий всегда, когда человек уже ломает тело до состояния неинвалидной коляски, там обесценивание тела, работает автомат. Смотри, последние научные разработки, когда человека садят в такой костюм, когда он может идти, как киборг, как робот, одевается из-за него, двигает руки, ноги, а у него работает голова, но его кресло превращается в такую ходячую машину. Новые разработки, вот когда сейчас смотришь, ну вообще, вот просто робот идет, у которого осталась одна голова. Но тело при этом у человека свое, и это люди, ну инвалиды реально, которые не могут двигаться. Я когда увидела вот эти разработки, ведь даже уже здесь подсознание выводит и показывает, посмотри на себя в зеркаль, ты уже давно стал киборгом, у тебя человека не осталось, когда ты задумаешься об этом. Ты уже не можешь управлять своим телом полностью, потому что оно тебе не надо, но без тела нет тебя, когда ты задумаешься на эту тему. Это точно так же, как люди, у которых удаляют, удаляют, удаляют по одному органу, отнимают, 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 а человеку не жалко, заберите все, но при этом типа я хочу жить, но внутри-то любви к телу не прибавляется, а наоборот орган потерял, ну ладно, уже не в этой жизни, уже все, так и будет. И человек отказывается, отказывается, отказывается. Вот как при онкологии, отнимают, 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 человек каждый раз отказывается. И если у человека сказать, ну ты же понимаешь, что ты в этом теле можешь жить вечно, а человек, что скажет, мне это тело уже не надо, оно поломанное, как машинка поломанная у ребенка. Вот и тогда нужна и смерть. Тогда о бессмертии речь не идет, потому что машинки периодически надо менять, их надо заменить, потому что они устарели, ненужные, вышли из строя, там поломатые, да. И ты понимаешь, а это все про нелюбовь к телу, это все про... Это все потом будет решаться болью. Потому что через боль ты будешь включать снова любовь к телу, через боль ты будешь разворачивать внимание к телу, через боль ты будешь ценить жизнь, через боль, через боль, через боль. Вот когда ты научишься ценить жизнь Ценить тело Ценить близких Ценить их внимание Ценить, ценить, ценить Тебе не нужна боль А пока у тебя есть моменты обесценивания Тебе не нужна боль Чтобы увидеть, как тебя любят Чтобы увидеть, насколько ценна от тебя жизнь Насколько ценна тебе тело Насколько, насколько, насколько И вот когда ты уже это видишь Дальше у тебя есть возможность проявиться или застрять. Если ты застрянешь, ты будешь болеть еще больше. Если ты проявишься, ты выключишь заболевание. Потому что боль тебе уже не нужна, потому что ты это осознал. Вот тебе течение дальше. Кто-то выздоравливает и выходит из онкологии, а кто-то уходит на кладбище. Почему он ушел, а она не ушла? У каждого своя концовка. Кто-то смог проявиться, а кто-то не смог. У кого-то есть еще шанс осознать, он завис вот в этом поле в осознании. У кого-то уже нет, уже все. Он отбил и сказал, я в этом теле играть не хочу. Все. И решения на этом уровне происходят автоматически. Человек, как правило, не осознает. Удивительное дело. На эту тему на самом деле можно смотреть вообще с разных, с разных сторон. И видеть в этом столько вариантов искажений. Вот смотри, например, даже... Каждая норма искажения. Да. Норма – это искажение. Потому что, смотри, вот даже возьмем опять инвалидность, да? та тема, которая... Которая, как можно сказать... Вот слушая нас, можно сказать, какие вы жестокие люди, инвалиды, а вы так о них отзываетесь. А ведь мы сейчас говорим не о том, чтобы показать там, правильно, неправильно, плохо, хорошо, а просто показать разные подходы, чтобы увидеть, знаешь, как увидеть объем на предмет. Вот объем на предмет. Не просто вот на плоскости его, да, что дает норма, а именно объем на увидеть. Вот смотри, допустим, даже взять опять-таки инвалидность, и человек в инвалидности начинает проявляться. Не каждый, не каждый, да? Ну, тот, кто проявляется там, допустим, даже качки те же. Я видела как-то недавно тоже инвалид, человек, ноги не шевелятся, а он на руках, на подиум вышел с красивым торсом там, да, и ему аплодировали. Но суть в другом. Про что я хочу сказать? Что вот смотри, когда начинают восхищаться, да, то есть не оценивать инвалида как здорового человека, а именно давать поблажку вот эту, он же инвалид, и как бы и восхищаться. То, что на самом деле происходит? Происходит обесценивание жизни, да, а раздувание эго. То есть это точно так же, как сказать на онкологию, да, на ту же онкологию, на болезнь. Восхищаться ею, а не говорить, а не сказать, что вот эта болезнь, посмотрите, вот так-то там, допустим, привело это, привело к этому, это привело к этому, да, восхищаться, и тогда онкология, она начинает заражать всех, и для всех становится норма, и все начинают хотеть, образно, хотеть онкологию тогда. То я показываю на примере, как подсознание срабатывает, именно из подсознания, как это смотрится, как запрос на игру. Запрос на игру, да. Да, это потребность, как у человечества, они же восхищаются, потребность, значит, надо больше еще инвалидности, еще болезни, как он умудрился там разбиться, как он умудрился. Восхищение, да, или вопрос. Все, оно пошло в игру, пошло, идет, понимаешь, то есть вместо ценности, ну, как пример, как вот образ, ну, не пример, а как опыт, вот, как опыт, да, и показать, вот что привело к этому, что к этому, да, нет, а именно вот это восхищение, восхваление, раздувание эго, это как, ну, раздуть болезнь и сказать, что это очень, очень полезно, очень хорошо. Вот смотрите, вот все, что касается этих искажений, да, и запросов на игру, и все это из слабости, запросов на игру автоматических, которых человек не осознает. То есть у нас работает антиструктура в психике, да, то есть зеркальная структура в этот момент, та, которая определяет автоматизм человека. Но здесь есть еще такая штука, эта автоматическая структура, она же нужна тоже человеку, как и болезнь. То есть вообще вот все, что касается болезней, вторичных выгод и так далее, это все в антиструктурах прописано в разных уровнях. Так вот, если мы берем чуть шире, то смотри, то же самое, например, законодательная норма, законодательные акты, правила хорошего тона, правила социума, правила поведения, правила этикета, правила, правила, правила. Казалось бы, это же вообще нормально, а как тогда этот социум регулировать? Что они делают? Они прикрепляют внимание в объективной реальности, точно так же, как и праздники, точно так же, как всякие теплоски, Новые годы и так далее, то есть создавая ритм, зацеп внимания и ритм проживания. И таким образом у человека возникает иллюзия объективной реальности, то есть все вот эти антимиры, анти, которые дают автоматизм, они же и создают иллюзию объективной реальности. И когда человек зацеплен за объективную реальность, то он выносит, выносит из себя, автоматически выносит ответственность, потому что это не я, и все, идет автоматическая игра, он забывает создать иллюзию объективную. Он автоматически выносит силу. Как только ты вынес ответственность, ты вынес силу. Так он, получается, остается только в роли игрока. И изредка, благодаря тому же самому буддизму или каким-то психотехникам, он позволяет себе пронаблюдать себя. Ну, иногда выгодно, когда говорят, вот ты там на переговорах, понаблюдай там и так далее. Техники налпишные какие-то. Ну, это да. Вот это то, что еще хоть иногда включает наблюдателя. И боль иногда включает наблюдателя, когда ты не можешь уже быть игроком, а ты лежишь с температурой, пошевелиться не можешь, и ты тогда наблюдаешь за всем миром. Для этого тогда нужна болезнь уже, чтобы просто ты вторую опцию включил в наблюдателя. А опция создателя у человека отсутствует полностью. Полностью. И если ты о ней скажешь вслух, ты сумасшедший. И тебя надо бояться. Потому что в тебе сила. Потому что ты эту силу в себе осознаешь. И ты не будешь церемониться, когда ты в моменте здесь и сейчас принимаешь решение развернуть машину под масло. Зная, что он успеет затормозить. Кстати, до сих пор не знаю, как я знала, что он успеет затормозить. Работало подсознание в чистом виде. Ну, это вот эти восприятия. Видишь, как на самом деле абсолютно все идет во благо. В этой игре все продумано. До мельчайшего. Просто вот до бесконечности продумано. Продумано, потому что смотрит одно я. Только оно смотрит огромным количеством глаз. Но это одно я. И лишь в зеркальных отражениях, когда эти глаза отражаются, они видят переотражение и фиксируются за обертку. А не за суть. Если бы они видели суть, они бы видели вот это одно я. Но оно, кстати, очень интересно. Русский алфавит, вот опять подсказка. Я последняя буква в алфавите. Когда вся игра пройдена, ты приходишь к я. Когда ты все буквы изучил, прошел и изучил. Тогда у тебя все это пришел к я, и уже тогда ты начинаешь создавать слоги, слова, и пошло. И я это действительно буква. А не ай, ищ, и так далее. Русский язык в этом плане, конечно, подсказки приличные дает в очень многих аспектах. Очень. Начиная от русских народных сказок, заканчивая всем остальным. На самом деле, вот как, если посмотреть с этой стороны на русский язык, именно русский, то ты понимаешь, что здесь действительно вот просто вложены знания в чистом виде. Да. И это вот та цивилизация, которая сейчас, в которой мы находимся, это цивилизация русского человека. Белого человека. Белого человека. А санскрит. Приехал ко мне Арджон в гости в Чакрабурте. И чай? Чай. Там еще какие-то слова. А я потом у него спрашиваю, ты понимаешь по-русски? Он говорит, нет, санскрит так же звучит. Говорит, я санскрит знаю. Понимаешь, цивилизация белого человека. Вот сто процентов мы живем в эту эпоху. Да? Вот они, белые боги, которые пришли в Индию, прилетели на виманах и оставили книги и поклонения. Прикольнулись. Степ такой, да? Нате вам. Натирайте. Да, 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 да. Вообще, ты знаешь, шутки с членом, они, ну, они вечны просто. Когда вместо снежной бабы я увидела фото мужского члена, я ржала. Ну, вот, когда снег выпал. Когда мужик с коляской нарисовал во дворе, и ты понимаешь, вот оно, вот это, в принципе, сознание молодого, здорового мужика, счастливого, стебущегося в жизни. Теперь представь, такой молодой, стебущийся, здоровый мужик прилетает в Индию, да, на вимане и видит вот это вот, и видит недоразвитое сознание. На тебе, да. На тебе, развлекайся. Иди и натирай. А сам сидит и ржет. Вот точно так же ржет наше подсознание. Вот каждый раз оно ржет. И тащится от этой игры. Тащится. Вот это единое я, оно тащится. Ты знаешь, когда ему могло это прийти, в голову сделать? Это когда, знаешь, прилетает белый такой, да, в этот мумба-юмба. И объясняет, им показывает. Мумба-юмба. Они удивляются там. Он объясняет, а они не бум-бум. Вот, да. Он опять объясняет, а они не... Идите вы. Ставите. И натирайте. Может, как это, может, как это, господи, проявитесь, или как оно там... Слово, ладно. Это я когда ездила тоже с экскурсионной программой, когда поехали в Индии, и в храме в одном экскурсовод в самом начале при подходе он говорит, так, только, пожалуйста, не говорите, синий слоник. Ну, это плохо, это оскорбляет чувства верующих. Потом разуться, это обязательно. Я пожалела, что я разуюсь. Вот, еще там, еще, и потом, вот, в процессе всего этого я сразу... Знаешь, когда звучит слово лингам, ты не всегда его ассоциируешь с членом, да, особенно, когда ты вот там, мы в Гуа были, отдыхали, там, все, потом вот это в Кералу ездили, и вот ты как-то не ассоциируешь вот эти вещи, и я не особо уделяла внимание вот этим поклонением, а когда буддизм алмазного пути был, никто не выставлял там член нигде, поэтому у меня как-то не было вот этих пересечений, пока я не попала там реально в храм, и потом вот так хлоп, и этот, ну, вот, ваше желание исполнится. И у меня ржаюсь, я уже держаться не могла вообще. Я говорю, муж, ты в роли волшебника или как? Прилетите ли вдруг волшебник в голубом вертолете? это такой божественный степ, и смотри, на самом деле такой же степ можно найти абсолютно в любой религии. Вот мы вчера с обрядом обрезания, с потопом и так далее приводили примеры в подкасте. Вот так ржет подсознание каждый раз. Если взять какие-то библейские истории, еще что-то, там столько стеба можно найти просто. Ты можешь сидеть и ухахатываться, если ты зашел и начал читать с этого восприятия, с восприятия единого я. Это даже не просто я-бог, бог это подмена. С восприятия я-создатель уже половину книги уже можно ржать. А с восприятия вот этого единого я, единого, вообще, вот просто наша игра под названием «Жизнь», она полностью стебная. Юмор. Это юмор, да. Юмор – это удел богов, создателей, это развлекуха. Но при этом интересная тема, стеб стебом, в надсознательной части этот стеб зачастую – боль. Страдание. Это страдание. Это боль. Боль, страдание, болезнь. Это как солнечные зайчики играют веселяться в зеркале, а то, что пускает солнечные зайчики, может спалить все вокруг. И может быть пожар. И его отблески будут солнечными зайчиками счастливыми. Вопрос – с какой стороны смотреть? И вот, да. И опять-таки, это выбор вот этого «я». Если я смотрю на любое мероприятие с позиции счастья, я нахожу там счастье. Если я смотрю с позиции тьмы, я найду там тьму. А ведь от чего зависит, с какой позиции ты смотришь? От чего это? От того, что у тебя внутри. От того, от твоих чувств. Если у тебя внутри ты есть дома, то ты будешь стебаться на самом деле. У тебя будет всегда состояние счастья. Ты дома. Но если тебя дома нет, то ты автомат. То ты будешь конкретно страдать, злиться. Ты будешь выполнять все программы, абсолютно все программы автоматические. А какие они? Мы же только что сказали. Это страдания, болезнь, боль. Да. Но они могут быть в нас сознании тоже счастливыми, как только ты переключаешься. И в принципе, автомат на самом деле можно перенастроить и на эти программы. Так вот, чем мы с тобой занимаемся? Чем мы с тобой занимаемся? Автомат можно перенастроить. Но для этого надо осознать как минимум чудо. Как минимум чудо. Потому что без чуда ты не сможешь взять контур автоматизма. Если ты берешь контур автоматизма, то если ты посягаешь своим сознанием на то, что ты можешь им управлять, то ты как минимум должен осознать вот это чудо, как оно происходит. Вот это расширение. Ты должен осознать, что то чудо, то самое чудо, это и есть ты. Это и есть ты. И оно в тебе. И только твое сознание творит чудеса. То есть в тебе не остается вообще, вообще не остается объективной реальности. Если ты хотя бы где-то ее оставляешь, то там заводятся мыши. И они уже не дают проявиться чудо. Потому что они для тебя становятся объективными. Вот так. Вот у тебя дырка в твоей мандале. То, о чем мы вчера говорили, моль съела твою ткань. Либо ты ткешь шаг за шагом без дырок и приходишь к сознанию полностью субъективного создания. Либо у тебя побитая морью ткань, и тогда там заводятся мыши. И ты не сможешь ничего. Либо пан, либо пропал. Опять-таки одна дырка уничтожила всю ткань. Когда появляется моль? Когда появляется паутина? Когда появляется труха? Когда нет хозяина дома? Да. Когда появляется объективная реальность? А значит появляется... Когда появляется смерть? Когда нет хозяина дома. Вот и все. Это все вопросы неверия в себя. Неверия. Вообще это вопросы вынесенной силы из себя и меня нет. А раз тебя нет, подсознание. Выполняю. Слушай, сейчас автоматически неверия в себя и прямо внутри звучит по вере вашей да будет вам. Смотри, какая подмена. Да. Да будет вам от кого-то по вере себе. Скажение такое, да. По вере себе я создаю себе боль и наказание вынося себя в игру. И тогда я буду учиться верить в себя через очередной сюжет объективной реальности. Потому что кто-то тебе ждаст да будет вам. И уже авторитет есть кто это сказал. Вынесены все уже, да. А если посмотреть по вере вашей да будет вам, да. А если посмотреть на это в объемные картинки то ты понимаешь то, что у меня внутри если ты сознаешь полностью себя создателем единым этим я да, как объемом то, что у меня есть я то и создаю я не могу по другому то есть снаружи я не могу по другому если я умею читать я ребенка научу читать если я не умею читать я не смогу ребенка научить что у меня внутри, то есть снаружи. Тут же ролик вспоминаю. Вот как раз перед этим подкастом мне прилетел ролик. Там известная телеведущая питерская рассказывает, что ее не взяли на операцию, честно объяснив, что от простого человека говна меньше. Чем от нее. И она счастлива, что ее назвали. Что она может причинить много говна. Она даже не сообразила, что ей прям подсветили, чем-то наполнено. Она этим гордится. Это ж надо. И как раз перед подкастом как подсознание стебется. Вообще просто оно улетно стебется. Как я обалдею от этих моментов, когда видишь это в зеркале и просто кайфуешь. Вот оно, наблюдай и кайфуй. Наблюдай и кайфуй. И создавай новые кайфушки. Это жизнь прекрасна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова